В прошлый раз мы немножко так познакомились с два общались И у нас была идея попробовать себя в документальном театре Ну, как бы, пошелить, поиграть То есть мне надо считать, что это страшно, ты же актер Как правильно в документальном театре? Я предпочитаю работать с непрофессиональными Африкатурными, где-то что не дать соврать Да, выиграть Да, если ты с Виктором, я работала в Ему в Солнце Так что не переживайте все это То есть актерское, но, собственно, классическое Это одна история Так как, дороже, вы создаваете образ Какому-то специальная техника нужна для этого Этому учат специальных лучших зрителей А есть такая штука, которая эмпатию Документальный театр строится на эмпатии Умение и слушать, и быть услышанным И передать то, что ты слышишь Все, для этого ничего больше не нужно Разбейтесь, пожалуйста, на пары. А, нет, пока не надо, пока не на пары. Есть ли у нас бумажка? Бумажки и юристики? Нет, юристики и ручки. Писочки, ручки-писочки. У кого есть? Пожалуйста. Каждому нужна... Я бумажки, наверное, найду уже, как я нанесла. А ручки есть? Нет. Вы что-то не узнала? Что надо? Да. У меня есть свои ручки забрать? Ой, нет. Зачем вы спрашиваете? Я не могу. Я не могу. Вам было плохо в прошлый раз? После нашего общения? Что ж вы боитесь? Могли больницы? Держи, малыш. Есть. Могли больницы. Возьмите. Возьмите. Кого листок еще? Кого листок еще? Ну, там есть, там есть, там есть, там есть. А, смотрите, а здесь есть... Минальчик, ты будешь участвовать? Буду. Молодец. Возьмите. Ну, конечно, не только руками, но и руками. Отлично. Так, давайте разales. Включите. Кручить, пока вам присаживайте. Ставьте, пожалуйста. Да. Да, вошел. Ну, что-то вы endless. Вон, что-то оставили. Возьмите. Хорошо. Дорогие мои. Все, внимание, у нас новое время. Называется упражнение «Самый счастливый день». Скорых у нас молоденькие, категория «молоденькие». Скорых пять лет, остальные по десять лет. Первые пять лет, первые десять лет. Вспомните самый счастливый момент в этот период. И запишите, зафиксируйте. Не надо его описывать. Это может быть на уровне запаха. Это может быть на уровне каких-то цветовых ощущений, движения. Ничего особенного. Вот ваше детское впечатление, как пап на руки поднял. И в какой-то момент, и это было такое «счастье-пресчастье». Вот зафиксируйте его. Не надо описывать, зафиксируйте его. Просто вы зафиксируйте, что я помню с первого лета до десяти лет. Я помню за столики. Все. С одного до десяти лет я помню вот это. Все. Вот самый счастливый момент. Первых хочу идти за четыре лет. Пишем, 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 пишем. Я же говорю, первые детские воспоминания могут быть на уровне запахов. Таких-то теней. Мама наклонилась про мурлыково что-то и видит хорошо. Так. Все. Просто. Просто фиксируем. Времени нет. Очень быстро. Следующие. Пять-десять лет. Следующие. То есть в более сознательном возрасте. Времени. В сознательном возрасте мы вспоминаем вот еще один момент из этого периода. И, не знаю, в первый поцелуй мальчика в первом классе подошел и почмок в щечку. И так, ах, ах, красный. А вы с летом, это пять-десять, теперь уже десять-пятнадцать? Нет. Типа, ну десять-двадцать. 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 Да. И в пять лет пишут малоедки. У нас мало времени. Они списывают детально. Молодец. Вот это ты живешь. Я не понимаю вообще. Счастливый момент. Здесь есть. Смотри. Вот. Свою историю. Ум. 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 Вспомните детство. Вспомните детство. Ум. 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 Ох, не в созда nessa вторая арку. Ум. Ух. Уж можно чуть-чуть с кросс've? Ум. С rodAS simplest但是? Следующие 5-10 лет, так как у нас жирный, достаточно длинный у товарищей, то есть нам нужно, нам сейчас очень важно обратиться к своей памяти и вспомнить позитивные какие-то моменты. Ну так откинули далеко нас, я уже там нахожусь. Отлично! Прекрасно! Там все прекрасно, все сюда бумагу не перечислил. Но самое-самое же, самое-присамое. Самое-присамое-присамое. Дума какого? С 20 до 30. Смотрите, это уже где-то свадьба, первый ребенок, это же как он там потапал хорошо. Тоже своего рода счастье. Так, времени нет. Следующий. Следующий этап. Следующий в десятилетии. Следующие в десятилетии. Период у вас с 30 до 40 лет. Да. Да. У вас получились в третий, в третий, в третий, в третий, в третий, в третий. Отлично! И давайте закончим на 50 годах. Потом не будем дальше идти. Это самый активный, да, в нашей жизни. То есть еще от 40 до 50. От 40 до 50? Да. Куда ухлешь? А теперь из вот этого выберите. У вас есть списочек, маленькая девочка. У вас есть списочек. Вы видите вот эти важные вещи в своей жизни. Выберите из него один. Вот самый важный. Самый приставный. Вы визуализировали, посмотрели. А теперь подумайте, что наипрекраснейшее из этого всего вы можете выделить. Выделить одно. Просто выделите. Надо его описывать. Выделите. А для этого вот это вот самое важное. Просто потрясающе. Есть? Отделились с выбором? Не надо расписывать, не надо расписывать. Просто выберите. Вот обведите его там жирной линией, кружочком. У вас есть. А теперь разбейтесь на пары. Нет, не хотите, я все знаю. Давайте вы ближе будете. Слушай, подержи. Сэм. Да. Иди сюда. И так вот за стол. Иди вот за стол. И вот так же по парам разбейтесь, пожалуйста. И рассядьтесь. По парам. Возьмите, вы будете между собой? Сядьте, пожалуйста, надевайте. Сядьте, пожалуйста, надевайте. За три минуты вы рассказываете друг другу, то есть сначала один человек рассказываете свою историю, потом другой человек рассказывает свою историю. То есть вам нужно уместиться в три минуты, просто коротенью рассказать свою самую счастливую историю. Три минуты один человек рассказывает, второй его слушает, и три минуты другой человек рассказывает, тот его слушает. А потом, значит, условия, очень внимательно слушайте, не надо ничего записывать. Просто это абсолютная концентрация один на друге, на этой истории. Очень внимательно слушайте историю, хорошо? И запоминайте, с какими интонациями говорит человек, с какими словами. На память вы точно не выучите. Но самую суть. Самую суть уловить, да, историю. Итак, первые три минуты пошли. Давайте с ним мешать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Попробуй Елночкину историю рассказать. Так, все-все-все. Вот папа с вами, мы часто уезжали в командировки, и мы нечасто проводили вместе время, но когда он возвращался, для меня был большим праздником. Папа был очень внимательный, немножко лаской и добротой, чуть-чуть отличающийся от мамы. Он настолько был больше привязан ко мне, и всегда он брал меня навыки, садил на плечи, и мы гуляли. Он мне всегда говорил, что мы сейчас отправляемся в путешествие. И он к этим историям, каждый, куда бы они ни пошли, он добавлял свои красивые истории, рассказывал мне все это. И мне так было приятно, то время, поведенное с отцом. Я хочу сказать об эмоциях, потому что наши воспоминания о самом счастливом событии в жизни, они совпали, и у нас были звезды на глазах, потому что это было связано с рождением сыновей, сына. Я когда еще была студенткой, родила дочери, это все легко, как-то прошло без болезни, я не думаю, как так должно быть. А потом мне очень хотелось сына, очень-очень. Но у нас родственников были, у одной девочки, у другой мальчики. Я была старшей дочерью в семье, была меньшая. Ее любили как-то больше, потому что она меньшая. И все говорили, что у меня будет, когда я заберемела, говорили и мама, и все, что у меня будет девочка опять. А мне очень хотелось мальчика. Я все делала, ее родилась, и девочка моя, дочь, прям нарисовала и писала, что будет мальчик, мальчик. И в итоге родился мальчик, и папа, который больше любил мою ныншую сестру, он был в итоге, он так полюбил больше и меня, и сына, и в общем, так вот получилось, что моя мечтанка была. Ну, я очень рада. И вы, как раз, вы, вы чем у нас похожи? Я прошу прощения, дикте. Ничего красного, потому что тоже, вот, мы любим. Вот, а ты не Люда, а я Люда. Да, я Люда. А я Люда. А вот ей очень рада. Да. Вот. Тоже даже был мой сын, а вот, получается, вообще не был недель 11 лет. Вот. И когда она, ну, ты не дырмя, ну, ты должна была сохранить, у золочки, голова. И все это же, да, как это, что, ну, очень это произвело урок. Вот. У всех родственников. Да. Что столько лет у него детей и родился в стране. Ну, ты сын. Вот. Вот так. А, записки, 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 да, записки, все писали, когда она долго служала в родине, получается, обликновенность. Вот. И очень много было записок. И самое любимое решение записок, конечно, папа. Ну, и сейчас папа нет. Ну, сын читает мне записки. Самая любимая папа. Смотрите, девочки, чем удивителен документальный театр? Мы прикасаемся к реальной жизни реального человека. Не какая-то иллюзия про несчастную любовь или какие-то приключения, которые нас не касаются. Мы проживаем с человеком, реальным человеком, его жизнь. Проживаем с тем человеком, и у нас, видите, как тут совпало классно, да, у нас у каждого очень есть похожий момент в жизни, да. Мы когда слушаем реального человека, и у нас вот эти, ну, возбуждаются вот эти вот впечатления, ощущения, и мы, ну, вот прям вот как будто родными друг другу становимся. Я сейчас, Олечка, вы будете, я просто забыла, что вы не говорили. Вы будете расстаться здесь? Попробуйте. Я боюсь, что не закрыты вы штаны. Я прошу говорить, там Лариса выбрала, там, как, жили в частном секторе. Ну, рассказывайте. Жили в частном секторе, и просто нравилось жить в частном секторе. И фиалка росла, и когда наставала ночь, вот ее поливали, двери были открыты, или посидеть на лавочке, или в доме лежишь, вот этот запах. И вот эта мечта частного сектора. Ну, вот мы сидим все, да, вот в комнате и думаем выйти с третьего, шестого, с пятого, а тут ты вошел в отбор, и тут и ромашки у тебя, и фиалка, и полил, и двор побрызвал, и сидишь романтика, и соседей позвал. Да, спасибо. Спасибо, что все-таки прозвучала история. И вот те слезы, которые у вас на глазах возникли, это же не слезы огорчения, да? Это слезы радости, очищения. Мы подключаемся не только к чужой истории, а к своей истории. Вот вы сейчас рассказали про фиалку, которая была глухая ночью. Самотеола, да? Да. И практически у каждого возник класс, возник свой цветок в голове, свой любимый цветок в голове. И точно так же, когда девочки рассказывали про сыновей, кто-то вспоминал о своих детях. Да. Ваша потрясающая история про песню, про голос, вспоминала, и я вспоминала про то, что, например, мои родители были против, чтобы я занималась театром. И мне было так жалко, я была так рада за вас, что, Леночка рассказывала историю, что вас поддержали родители, поддержал папа. И это так здорово. И я никогда не была в Тбилиси, мне так хочется туда приехать. И у каждого, у каждого, у каждого есть что-то, что меня наполнило в этот момент. И это не иллюзия, а настоящая жизнь. Вы стали мне ближе, и вы друг другу снова стали ближе. В прошлый раз у нас была встреча, мы все бросились обниматься друг с другом, да? И сейчас, сейчас еще больше. Чуть-чуть больше про эмоции, про любимые вещи, про счастливые моменты. Вот так документальный театр помогает стать ближе друг к другу. И люди, которые незнакомые, то есть мы берем в истории незнакомых людей, да? Они становятся ближе к нам, становятся нашей историей. И мы понимаем, что это часть очень большой истории, большой страны, большого времени. Вот в том моменте, где мы находимся сейчас. То есть как мы реагируем на то, что происходит, да? Как говорят, какие истории звучат, как говорят персонажи. Не персонажи, а, извините, персонажи, это из другого театра, из художественного. А так называемые доноры истории, то есть люди, чьи истории звучат, да? Вот как они говорят, какой у них лексический набор, вокабуляр, скажем так. Какая манера говорить, какие поступки он совершает, перед каким выбором становится. И мы, да, ставим себя на его место, потому что это реальная история. И тут, блин, ты чувствуешь, что ты тоже можешь отказаться в такой ситуации. И тут уже не какой-то такой воображаемый выбор ты делаешь, а ты делаешь выбор вместе с этим человеком. Как бы я поступил на его месте, ничего себе, вот человек пережил. Таким образом, во-первых, развивается эмпатия, да? То есть мы больше слушаем друг друга, больше коннектор какого-то, да? Мы делаем друг с другом общение, да? Желание общения. Мы раскрываемся больше. Мы перестаем сидеть в этих коробочках, в которые мы друг-друг, ну, себя запихали, потому что, ну, реально легче от этой жизни спрятаться. Спрятаться? Я в домике. Я в домике. Ну, велико не убежишь. Домик, если все время сдержанный, домик взорвется. Ну, изнутри. Эмоции нельзя сдержать. Эмоциями надо делиться. Вот. Поэтому документальный мы сейчас… Это упражнение для того, чтобы, да, вот, понять, как это работает. Документальный театр берет… Основная его задача – политические спектакли. То есть мы берем проблему. Вот у нас с Леночкой было несколько спектаклей, мы работали. Первая – это прямо перед войной. Везде… Премьера состоялась вот на второй день войны. Мы ее планировали сделать в помещении. Ну, так получилось, что мы ее сделали в онлайн. 26-го мы ее сыграли. Это был спектакль о декоммунизации. Как мы относимся к тому, как Одесса относится к тому, к советскому наследию, к культурному советскому наследию, к процессам, которые это советское наследие перемалывает в новую реальность. К тому, что бы хотело общество, да, увидеть, услышать и участвовать в каких процессах. Последнее… Я еще снимала в лице видео, мы с Володей снимали. Последняя наша дама… Что она нам сказала? Не последняя, а предпоследняя. Я так хорошо жила в советском селье. Я была главной бухгалтером магазина. Я ж черну не кружила лосиками. А сейчас иду на привоз. Тысячу гривен наняла? Все. Пусть Путин приходит. Мы его с простертыми объятиями встретим. Человек советский доказатель, который жил таким образом. И вот, собственно, мы еще тогда, наверное, не все понимали, как это работает. Я-то понимала давно. Но вот кубик Рубика сложился. Человек, который ностальгирует по совку, ждет Путина. Путин пришел. И эта фраза, конечно, 26 февраля звучала просто как пощечина. После первых бомбежек, после первых жертв. Вот такой второй наш спектакль, который мы вместе делали с Леночкой. Это спектакль о русской культуре, а вообще о нарративе культурном российском на юге Украины. То есть как относится юг Украины к российской культуре, российскому языку и так далее. Как правило, это спектакли запомнить театр не должен мучить. Потому что кто такие актеры и режиссеры, чтобы нас учить? Ну, блин, такое мессианство, навязанное себе. Что я этим не люблю, я люблю на равных быть своими, со зрителями. И поэтому мы не учим, вот это хорошо, а вот это, блин, плохо. Мы выкладываем реальность. Такое, как она есть. Одно мнение, второе мнение, третье мнение, четвертое. Мы сталкиваем эти мнения в одном пространстве и ставим вопрос перед зрителем. Думайте сами. Это мы не навязываем, что, например, русский язык и русская культура – это плохо. Русский язык и русская культура – это хорошо. Нет однозначных ответов. Жизнь такая, что это значит ответов нет в этой жизни. Я с вами на русском языке говорю, хотя я могу вполне на украинском и хотела бы общаться на украинском. Поэтому главная задача такого театра – предложить человеку задуматься. Просто задуматься. Не проживать жизнью в розовых каких-то окулярах или в своем закрытом домике, а думать. Просто думать. Больше мыслей. Так вот, предложение остается в силе. Подумайте, хотите ли вы попробовать такой формат в своей бане, в моей бане. И взять какую-то проблему и на основе истории друг друга, эту проблему высветлить, да, то есть вытащить ее на свет Божий. Все будет зависеть от вас, какую проблему вы хотите осветить. Уже, я уже заняла много времени. Итак, как работает документальный театр, вы можете посмотреть в воскресенье в 4 часа. В 4 часа. В 16 в 16. В 16. В 16. В 16. В 16. А еще вход какой-то. Там свободы. Короче, туда нужно идти со стороны карантинной стены. Также на стадионе очень много входов разных, так вот вы идете со стороны карантинной стены и видите вот эту арку входа, и там выковырянные буквы «Отель Черное море», вот видно следы от букв, которые там написаны «Отель Черное море», я буду там стоять и встречать. Да, единственное, что не обратно, я до конца вам написала, да, будешь прийти заранее, спокойно сесть, вход свободный, единственное, что мы собираем ванночку. Да, 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 это в парке Шевченко, ванночку мы на ЗСУ, да, если вам удобно, вы можете выйти прямо в где ракушка, где в парке Шевченко, где ракушка, и просто пойти налево. Ракушка, это что? Памятник? Нет, 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 это сцена, 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 если удобно, если там есть ракушка, то идем налево, туда вниз, или прямо, там же это стадион, наверное, с ракушкой. Тут был год, да, тут было стадиона, вот так, как по левому городу, и там, вот это четвертая моря. Форма по карантинной стены, по левому городу. Хорошо. Вот, если составляем, получается, в карантинке вы идете, то вот прямо, вот, выйдете через площадку, там площадка такая, сидят, там, кафешечка, вот, это увидимся. Это вход. Я буду принесу, знаешь, да, потому что мы заранее собираемся, пара за печью, вот, потом я их оставляю готовиться, и спускаюсь, встречаю гости. Приходите. Девочки, и обязательно участвуем в документальном театре, который Гарина предлагает. Это даст нам какой-то новый опыт. Да, и вы здесь. И вы начнете немножечко быть активными, выступать, депетировать. Это все очень интересный опыт. Поэтому обязательно все участвуем. Мы сами, мы сами, мы сами сделаем, выберем театр, мы сами выберем. Вот такой сделаем театр, документальный. Мы будем в голосном интервью. Да.